Ассаламу алейкум. Всем доброй ночи, уважаемые друзья. Ну что, давайте я вам расскажу, что у нас происходило на нашем участке Суджинском. Вот, скажу, что на нашем участке активно работают подразделения спецназа Ахмат, значит, вторая бригада спецназа, значит, и одиннадцатый ДШБР. Вот, три подразделения, которые очень активно работают на этом направлении, выжигая противника, уничтожая его, как говорится. Ну, сегодня все эти подразделения находились в активных поисках танков, бронированной техники. Так ничего и не нашли. Противник заныкался очень знатно. Вот, за неимением этого всего, сегодня, получается, ребята выбили одну установку артиллерийскую М-37. Значит, три миномета, значит, отряд Аида сбил сегодня еще две Бабы-Яги. Отряд Каштана проконтролировал, куда прилетает Баба-Яга. И весь расчет Бабы-Яги вместе с ней, как говорится, тоже сжег в пух и прах. Вот, полетели они, уничтожая противника там на одну точку. Противник сбил беспилотник Каштана. Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по-моему, потому что он слишком точно сбился. Так что, такие дела. Значит, хочу отметить, что устойчивая у нас на данный момент оборона Хула Всевышнему. Противник так пытается где-то там шкарябаться, что-то делать, но у него это вот как-то не получается. Вот, хочу сказать про направление справа от нас, вот Кореневское, вот направление на том участке. Скажу тоже, ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны, значит, завели ребят, поставили. Хочу отметить, что у них там тоже очень серьезно выжигают они противника. Работа идет тоже очень активно. Вот, ну, в общем, Курское направление, оно достаточно-таки серьезно уже, как говорится, живет ежедневно тем, что уничтожает противника. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, ну, как-то вот теряет очень большие потери несет, и ничего у него не получается. Поэтому мы можем констатировать, что, хотя и не можем отчитаться о большом количестве подбитой техники, потому что враг уже поумнел, он знает, что у нас на наших улицах кататься не нужно, даже на велосипедах, не надо летать даже на баба-йогах. Вот, такая тема. Очень много уничтоженного, получается, личного состава. Вот за сегодня действительно на нескольких точках противник понес очень большие потери. Опять вот тоже наступит день, наверное, когда он поумнеет противник, что даже ходить у нас не надо. Вот, а пока так. Поэтому всем, кто за нас болеет, опять же, спасибо большое, всем терпения. Вот, желаю вам всем мира, спокойствия. Ну и, пожалуйста, молитесь. Молитесь за нас, молитесь за Россию, за то, чтобы мы сумели победить войско Антихриста Даджаля. А мы его однозначно победим, потому что с нами Бог, и Бог нас любит, и Он не даст нам проиграть. Ахмад сила, Россия мощь, Бог един. Аллаху Акбар. Всем добрый день, уважаемые друзья. Здравствуйте. Вот, Роман Алёхин. Короче говоря, Роман Алёхин, это вот вообще интересная тема. Вначале Роман Алёхин был очень сильно настроен против нас. Вначале был нами очень недовольен Ахматом. Ну, короче говоря, потом получилось так, что вот взяли просто, встретились, пообщались. Ну, реально, подружились. И Роман Алёхин действительно, ну, он понял, что мы реально трудяги, вояки, как говорится, никогда нигде ничего не оставляем. Все время движемся только вперед, и от нас только противник стонет. Ну, и мы тоже, короче, пока не познакомились с Романом, считали его плохим человеком. Ну, потом начались наши очень тесные отношения, именно в плане того, что Роман сделал весь максимум для того, чтобы у нас появилась альтернативная связь. То есть, он нам, получается, в общей сложности за все это время закупил где-то около 1600, да? Около 1600 носимых раций. Это фирма... Тит. Да. Вот, фирма Тит. Вот, короче говоря, ретрансляторов к этим рациям. Ну, это действительно, Роман делает огромное дело, помогая не только нам. Много других подразделений тоже он оснащает, помогает. Очень много гуманитарной помощи именно в этом просвете, пространстве, то есть, именно, скажем так, насыщение связью подразделения. Ну, и я хочу сказать, что во многих вопросах, когда уже начали близко контактить и общаться, я понял, что Роман действительно является патриотом нашей страны. И многие вещи он действительно пропускает через себя и болеет за нашу страну. Скажу честно, да, на тот момент, когда мы познакомились, да, ход мысли Романа, ну, он думал, что если вот громко что-то вот закричать, это вот есть правильно. Ну, да, потом мы пообщались, я ему объяснил, что есть вещи, которые нельзя вот так озвучивать. Потому что есть вещи, которые надо где-то вот сглаживать, потому что население в панику вводить нельзя, настраивать население против нельзя. Ну, в принципе, Роман эти вещи тоже вот сам он понимает. Достаточно-таки, я скажу, очень грамотный человек. И общение с ним, в принципе, вот даже с момента, как мы попали на Курскую землю, я скажу, что очень много помогает во всех аспектах. То есть, если что-то нужно, любой вопрос, я ему звоню, так, Роман, надо помочь сделать там в Курске то-то, то-то. Или, ну, организовывает все, помогает, делая весь максимум, что зависит от него. Поэтому, Роман, я тебе хочу сказать огромное спасибо. Вот, спасибо за то, что ты нам помогаешь, за то, что делаешь для нас. Ну, в принципе, за то, что у тебя есть активная гражданская позиция, и ты делаешь все, что зависит от тебя для того, чтобы помочь нашей Родине. Подразделениями Министерства обороны Российской Федерации в общей сложности. И в любое время, что ты готов прийти, встать рядом там, где это надо. Артем Романович, да, но, во-первых, я должен сказать в обратное, да, что мне действительно, вот, из всех подразделений, с кем я работал, мне действительно самое интересное подразделение Тахмата. Почему? Потому что здесь нету вот этой бюрократии и штабовщины, я так скажу, да. У нас в бюрократии тяжелые случаи. То есть, я прихожу к связисту, и мы с ним вникаем в каждый вопрос. То есть, я ему говорю, слушай, а вот так давай попробуем, ну, давай попробуем, правда, интересно, да. Дальше, по этим, по FIPV-дронам, по дронам, которые также привожу, вот, там, с Аиду там уже, да. Я говорю, Аид, а вот здесь давай попробуем. А как ты думаешь про это? А можешь протестировать и дать отцеп? Аид все сразу делает. Да, никаких нету бюрократии, там, с предоставлением видео, или там, с какими-то вот этими вещами, которые важны для обратной связи, чтобы сфера развивалась. Потому что я же не хочу стоять на месте. Мне интересно, чтобы связь, которую мы сделали, она стала лучшей, мало того, что самой защищенной, но удобной. Чтобы вы могли сказать, что, Роман, все, теперь полностью мы на твоей связи, да, это связь номер один. И все ребята, которые... Ну, насчет вот этого я его перебью, сразу скажу, вот, смотрите. Чтобы у вас было понимание, наверное, по оснащенности связью, мы, наверное, действительно самое обеспеченное подразделение. Почему, я вам скажу. Вот, буквально с момента, как нас перекинули на Белгородскую и, скажем, вот, Курскую землю, вот, на это направление, я могу сказать, что только на одну хайтеру фонд имени Ахмад Хаджик Кадырова потратил два раза, скажем, по 66 миллионов было оплачено для закупки этого оборудования. То есть, у нас есть гранит, закрытая связь, и она нами была закуплена. То есть, тут надо понимать, важно, что понимать, чтобы вот люди, которые нас слышат, они понимали. Вот, смотрите, если у любого подразделения нету хотя бы 2-3 альтернативной связи, бывает как? Начинается любое боевое действие, там, вот, боестолкновение началось, противник подтягивает какой-то новый образец РЭБа, и он какую-нибудь связь, вот, на которой ты сидишь, и он знает, что ты сидишь на этой связи, он раз ее уложит полностью, перестает работать связь. А тут, получается, альтернативные две сети еще есть. То есть, получается, как, если легла одна связь, то еще у нас, получается, есть две связи, две сети, которые работают абсолютно на других, получается, частотах, другой вообще метод, как говорится, этой связи, действия. И вот за счет этого, получается, противник никогда не может сделать так, чтобы полностью наша связь легла. И вот именно в этом формате я скажу, действительно, во-первых, очень большое насыщение у нас вообще всего эшелона. То есть, у нас, получается, вот этой сетью мы полностью оснастили весь Ахмад. То есть, спасибо тебе за это. Ну, и насчет того, что ты сказал, вот, насчет, я хоть и перебил тебя, скажу, насчет бюрократии. Наверное, ты вот не дашь мне соврать, и любой мой боец, он спокойно может ко мне подъехать, посоветоваться, попросить помощи в чем-то. Я сразу все вопросы решаю в онлайн-режиме. Мой телефонный номер есть, по-моему, чуть ли не, я не знаю, у каждого рядового моего бойца. Если что-то не так, они могут на меня выйти. Точно так же, как и те люди, которые общаются с моими ребятами. Поэтому, когда что-то вот заходит, разговор о том, что вот что-то сделать, я всегда говорю, да, дайте мой номер телефона. А потом все удивляются, как ты с ними со всеми управляешься, у тебя что, помощника нету? Да и как-то, и помощник вроде бы есть, но и самому как-то вот удобнее знать, что все время ты держишь руку на пульсе. В этом плане я поэтому и знаю, насколько большую работу ты делаешь. И за это я тебе говорю спасибо. Знаешь как, многие вещи в этой жизни бывают так, что много бывает вокруг тебя. Грязь льют, обливают тебя, пытаются тебя там, как говорится, затащить на какое-то, ну я не знаю, дерево для того, чтобы ты голову в петлю засунул. А реально, реально, ты есть то, что ты делаешь. Как говорят, ты есть то, что ты кушаешь, точно так же в жизни ты есть то, что ты делаешь. Вот как ты себя показываешь, для меня это и есть главное. А все остальное там, кто-то, что-то там, чем-то недоволен там или еще что-то, для меня это не является абсолютно, как говорится, никаким показателем для того, чтобы я мог там, из-за того, что кто-то что-то не так увидел там, чтобы я мог поменять свое мнение. Мне, чтобы я поменял свое мнение, мне надо самому увидеть и ощутить все. Поэтому еще раз говорю тебе спасибо. Я так думаю, что даст Бог СВО завершиться в скором времени. И когда СВО завершится, вот ты будешь одним из тех, кто, как говорится, всегда будет желанным гостем в наших домах. Тем более, с тобой напрямую общаются уже, по-моему, чуть ли не весь Ахмад, как говорится. В этом плане у нас полная такая идиллия получается. Так что такие дела, друзья. Вот Роман Алёхин, вот он, коренной житель Курской области. Родился, вырос. Родился здесь, вырос. Вот как раз, что хорошо, вот тоже вот знает, насколько велика роль спецназа Ахмад в восстановке и уничтожении того противника, который зашел на Курскую землю. Это увидели все, об этом узнали все. И я считаю, что это как раз наш вклад в то будущее, которое есть у нашего государства в общем. Поэтому всем тем, кто помогает нам, всем тем, кто болеет за нас, я имею в виду за наши силы, средства, и в том числе спецназ Ахмад, всем спасибо, всем удачи. Поэтому я хочу, чтобы вы еще знали одну вещь. Каждому из вас, кто даже просто сходил и помолился за нас, каждому из нас, из вас, то есть я благодарен по отдельности. Спасибо вам всем и удачи. Ахмад сила, Россия мощь, Бог един, Аллах отбор.